Всем привет! Доброе утро! У нас сегодня спецзадание. Мы едем смотреть квартиру для сдачи. Нет, чтобы снять одногруппнику моей дочери, которая не находится сейчас в Риме. Достаточно накладно приезжать, чтобы только посмотреть квартиру и уехать, потому что просмотр совсем не означает, что квартиру он уже получит. Желающих снять квартиру или комнату студентов очень много. Зачастую надо начинать поиски квартиры за 2-3 месяца до вашего официального приезда, потому что они улетают мгновенно. Понимаете, что плюс еще к тому же усложняет задачу то, что пропретарий, владельцы квартир понимают, что они понесут кое-какие риски, сдавая комнаты и квартиры студентам. Но это, в принципе, я думаю, в любой стране. Так что наша задача сейчас, мы едем в центр, на улице 35 градусов жары. Сейчас я сяду в машину, включу кондиционер и, в принципе, расскажу более детально про аренду квартиры в Риме. До связи! Так, ребят, я приехала на парковку и воспользуюсь последней секундой прохлады, кондиционером, включенным в машине, потому что дорога в Рим, значит, как мы ездим, в принципе, 90% итальянцев так ездят. Мы доезжаем до ближайшей станции метро, паркуем машину, оставляем, садимся на метро и едем, куда нам надо. Также и сейчас. Мы сейчас поедем смотреть, как я уже говорила, этот апартамент, квартиру. И хотела маленький брифинг про аренду квартиры, в принципе, в Риме. Не буду говорить про всю Италию. В принципе, могу даже сказать по некоторым регионам северным и Рим. Но сегодня я хочу именно коснуться Рима. И именно для студентов, потому что, наверное, вот сейчас начинается учебный год, когда большинство студентов будут искать квартиры. Чаще всего я всем рекомендую брать все-таки комнаты. То есть это будет, например, три-бедрум, три камеры долей, то они называют, салон. Они не считают квартиры по комнатной, как у нас, сколько квартир считается, сколько спален. То есть, в принципе, коридор и салон у вас будет не считаться как комната. Плюс-минус ценовая категория где-то начиная, стартует от 300 евро за комнату, плюс утенции, плюс коммунальные, которые вы будете оплачивать и делить поровну с вашими сожителями, скажем так. Из плюсов, что хочу сказать, когда вы арендуете комнату. Во-первых, вы не один, не самостоятельно живете. То есть, даже вот мы сейчас едем в центр, район термени, казалось бы, это самое, скажем так, центр-центр, как в любом городе, где центральный вокзал, где центральная развязка транспортная. То есть, очень удобный по перемещению, по передвижению. То есть, любой студент, он в любой институт доберется, или же на метро, или на автобусы, которые, в принципе, очень много, посмотрят по приложению, как куда проехать. Очень удобно. Но это также один из самых небезопасных районов в городе Рима. Чтобы вам так просто привести пример, где-то после 10 вечера самостоятельно я бы не рекомендовала там прогуливаться, потому что, мягко говоря, это некомфортно. Значит, где-то в районе термени, наверное, комната обойдется в 450-500 евро в месяц, плюс коммунальные расходы. Поэтому я говорю, если вы будете жить с кем-то, то, возможно, все-таки комфортнее. Вы возвращаетесь домой вместе. Вы, например, вместе выйдете за продуктом. Если что-то вам... Вы вернулись после учебного дня, уставшие, отдохнули, и где-то в 10 вы вдруг сообразили, что нужно что-то купить, то лучше пройтись вдвоем или втроем. Также, если случаются какие-то аварии, какие-то неприятности с квартирой, расходы, которые вы должны будете покрыть самостоятельно, вы раздеете с вашими сожителями. Это тоже, в принципе, я считаю, что плюс. Далее, что еще? Ну, не говоря уже про то, что, в принципе, это, конечно, зависит очень индивидуально. Но я думаю, что жить в компании, если вы удачно подберете roommate для себя, это всегда комфортнее, чем все-таки остаться одному. Вот, сейчас мы выходим, идем на станцию и в путь. Так, маленький брифинг, маленькое лирическое отступление про метро Рима. Что обязательно знать, 3 пятницы каждого месяца у них устраивают шопперы транспорта. Это забастовка сотрудников транспорта. То есть, если вы что-то запланировали на пятницу, какую-то вылазку, куда-то вы едете, то тогда не рассчитывайте на метро, потому что поезда будут приезжать, но они все будут в форе сервитио, двери не будут открываться для пассажиров, они просто будут курсировать пустые. Таким образом, они бастуют против увеличения налогов, против маленьких зарплат для сотрудников транспорта. Вот, в общем, это важно знать. В пятницу, чаще всего это где-то 3 пятницы за месяц, на вторую половину дня лучше ничего не планировать. Или же, конечно же, рассчитывать на передвижение такси, машины, велосипед, скутеры и тому подобное. Вот так. Так, мы приехали чуть-чуть раньше, не рассчитали время, и поэтому у нас, скажем так, 10-минутная пауза на капучино. Вот такой вот. И тут 40 градусов тени, а мы пьем горячий капучино. Вот так. Так, ребят, закончилось наше путешествие. Мы вышли после этого просмотра, я даже не знаю, как это назвать, сейчас расскажу подробнее. Значит, приехали мы на аппунтаменту где-то за полчаса. Сели, выпили капучино и попытались связаться с хозяином этой квартиры. В телефонном разговоре он ответил очень грубо, что писать ему только сообщение, что, в принципе, нас удивило сначала, но далее мы поняли почему. Когда мы подошли к основному входу в палаццо, где находится эта квартира, там уже стояло человек 20, у которых точно так же назначено аппунтаменту время на час дня. Там были семейные пары, были просто пары ребят-студенты, видимо, девочка-мальчик, отдельно мальчик-девочка разных национальностей, не только итальянцы. Все пытались безуспешно связаться с хозяином, на что он ответил, заходите, смотрите квартиру и в дальнейшем будем связываться. Где-то четырьмя-пятью ходками мы поднялись в эту квартиру, она очень малюсенькая. Почему? Потому что это не сдается целая квартира, не апартаменту, это станция, комната в апартаменту, которую ты будешь делить еще одной парой, которая живет в соседней комнате. В комнате находится кровать, письменный стол, шкаф, маленькая кухонка, душ и туалет, маленький холодильник. Правда, есть выход на балкон, то есть, в принципе, для курящих, наверное, это значимо. Показывала нам квартиру предыдущая, скажем так, арендатель этой квартиры, девочка-китаянка, которая закончила мастер и уезжает из страны, ее попросил хозяин показать людям квартиру. Она, бедно, не очень хорошо говорила по-английски, совершенно не разговаривала по-итальянски. Она испуганно отвечала на вопросы, что она не знает, на каком основании будет выбирать хозяин квартиры, следующего жильца, что связываться нужно только с ним. Она ничего не знает, она знает только, что в соседней комнате живут двое людей, она их лично даже плохо знает, потому что коридор, в принципе, ведет тебя сразу же в эту комнату, и кухонка у нее была своя, туалет, ванная у нее был свой, то есть, в принципе, они, может быть, не пересекались даже. Теперь, внимание, за эту комнату в квартире просят 750 евро в месяц плюс коммунальные расходы. Это далеко не центр Рима, то есть, человеку, который собирается, который попросил нас об этой услуге съездить посмотреть квартиру, добираться до института будет где-то около полутора часа, это 100%, а если это будет, может быть, день, когда еще и где-то шопперу или что-то такое, там могут появиться какие-то, но время увеличится. В общем, так что мы сейчас, мы передали все. Фотографии и видео я, кстати, сделала, если будет интересно, я его добавлю, посмотрите, чтобы понять, о чем мы говорим по стоимости 750 евро в месяц плюс коммунальные, при том, в зимнее время имейте в виду, что все равно включается отопление, отопление газовое, то есть это, ну, может добегать до 400 евро в месяц, где-то так. Так что мы передали всю информацию человеку, он будет думать. Думать, конечно, я думаю, что, скорее всего, он будет связываться с хозяином, потому что, повторюсь, найти квартиру в Риме очень сложно. И, как показалось сейчас, вот реалии на одну квартиру около 20 человек. Вот, сейчас возвращаемся домой, 5 минут отдохнем в парке и поехали. Так, ребята, заключение сегодняшнего дня. Ну, про апартаменты я уже рассказала, в принципе, про аренду рассказала. Что бы я хотела сказать и отметить. В первую очередь, поиск квартиры начинайте с сайтов subito.it, я вам напишу. trovi.it, и не исключайте возможность снять комнату или же даже апартаменту с помощью всевозможных форумов и группов, потому что, в принципе, в Фейсбуке очень много организованных, и студенты сделали свою группу для, скажем так, для студентов даже отдельно, сапиенцы, или же студентов Пизы, или студентов в Риме, в общем-то. И если тот удачливый студент, который снял, вот, например, комнату, не комнату, а квартиру, апартаменту, 2-3 комнаты, то, конечно же, он будет пытаться потом не через, скажем так, официальные каналы, не при помощи agenti immobiliari, не при помощи брокера, а, скажем так, закинув на страничку Джеку, видите, побежал у меня там, да, у меня тут много таких домашних животных, переключаемся, возвращаемся к разговору. Значит, это может быть наше время, студенты в Риме, регистрируйтесь, пишите прямо запросы, администратор подтверждает запрос в течение дня, и дальше он будет все равно комментировать. Люди, в принципе, доброжелательные, стараются чем-то помочь, поделиться, кидать номера контактов, или кто-то слышал, даже в институте, может быть, кто-то услышал, что, ребята, у меня есть трехкомнатная квартира, хочу 2 комнаты сдать, поделить, скажем так, и аренду стоимость, и, естественно, разделить коммунальные. Так что, если есть какие-то дополнительные вопросы, пишите, я очень буду рада на них ответить, и я очень безгранично буду рада, если мое видео кому-то пригодится и чем-то поможет. Все, на этом все на сегодня, хорошего вечера, чао! Субтитры создавал DimaTorzok